Патч 3.24.2 вышел на лайв сервера этим утром, а ещё за сутки до Ситкона всякие инсайдеры публикуют, который год один и тот же текст в разных его вариациях, пока цеги раздают летающие моцики бесплатно. Ну почти. Здрасте господа, это новости за последние несколько дней, сегодня поговорим о том, когда мы запустим трансляцию Ситкона, итоги второй сессии тестирования патча 4.0 и много чего ещё. Усаживайтесь. Начнём с главного. Буквально несколько часов назад Cloud Imperium выпустили на лайв сервера многострадальный патч 3.24.2. Минорное обновление принесло. Во-первых, отсутствие вайпов. Во-вторых, новые хуто многофункциональные дисплеи, новые виды пещер, это каменные и кислотные, дополнительные плюшки для редактора персонажей, включая тату, пирсинг, бороды и новые прически. Новую логику спавна ангаров, ребаланс кораблей и полётки, новые корабли, ZEVS MK2, версии CL и ES, баланс FPS вооружения и не только. Кратко поделюсь своим мнением по поводу обновления, лично, на мой взгляд, нововведения весьма сомнительные относительно новых МФД и худов. ЦИК отмечает, что у них уникальные МФД и худы четырёх разных вариаций и один универсальный, пока, видимо, доделывают другие. Однако, отмечу, что я не увидел здесь какой-то уникальности. Все они похожи, только перекрашен цвет. Кому-то достался зелёный, кому-то оранжевый. Плюс была вещь, на что новые МФД, созданные на основе технологий строительных блоков, должны разгрузить ваши пеки и дать больше FPS. Однако, в целом, патч почти на 50% снизил свою производительность относительно 3.24.1 на различных ПК. Опять же, на мой субъективный взгляд. Новый вид пещеры — это ровно то же самое. Странное и не очень оптимизированное пространство, которое не имеет большого геймплейного разнообразия. Там либо стоят тупенькие боты, либо надо найти коробку или труп. К сожалению, расширение наземного геймплея в этом патче не предвидится. Логику спавна я не оценил, но зато игроки оценили ребаланс кораблей, в частности, Корсара, Редимера и ещё ряда посудин. Им понерфили оружие, сменили количество и качество внутренних компонентов. Эта история продолжится, так как ЦИГам нужно привести в некий баланс ворох своих транспортных средств. Ну и столь большой объём обновления, а именно больше 40 гигабайт, связан в первую очередь с тем, что ЦИГ переносят в патч часть кодовой базы крупнейшего обновления 4.0, о котором мы поговорим чуть позже. Но это не плюс 40 гигов, а замена файлов. Как я уже говорил на стриме, в целом патчу необходимо было бы ещё посидеть на исправлениях и полировке как минимум около двух недель. Однако дедлайн у ЦИГов был именно последний день перед Ситконом. Уверен, что после конвента появится ещё один, а может быть и не один, фикс-патч, улучшающий играбельность 3.24.2. Что вы думаете об обновлении, пишите в комментариях. Теперь про Ситкон. Напомню вам, что первый день конвента стартует 19 октября в 13 часов по Москве. Мы будем проводить собственную трансляцию с переводом нейронки Яндекса, так как ЦИГ будут вести трансляцию и на Ютуб тоже. В этой связи мы стартуем за 1 час до старта конвента. Трансляция будет организована как на Ютуб-канале, так и на ВК Плей Лайв для тех, кто не имеет или не хочет смотреть стрим на Ютубе. Меж тем, за сутки до старта Ситкона в сети геймсообщества местный инсайдер Том Хендерсон в издании Инсайдер Гейминг опубликовал якобы подробности того, что происходит в Стане Клауд Империум. Давайте сразу бить на упреждение тем, кто продолжит распространять материалы автора среди руссообщества геймеров, что уже говорится в статье. Ну, во-первых, что в компании с более чем 1 тысячи разработчиков происходит хаос в управлении. Что Крис Робертс Самодур сам принимает решения, сам их отменяет. Бывает даже в последний момент. Что Клауд Империум уволило около 10% сотрудников в офисах США, что ЦИК вывязает функционал клешнями и не выполняет обещания. Цитата из материала. Разочарование достигло небывалых масштабов, и для многих из тех, кто работает над игрой, это взаимное чувство. В пример приводится момент, когда Клауд Империум разослала сотрудникам письма, в котором говорилось, что полмесяца вплоть до ситкона они будут работать без выходных, но с так называемым тойлом. Грубо говоря, разрабы после длинных рабочих могут взять отгулы. Взамен этого ЦИК оплатят им питание на рабочем месте. Решение, как пишет источник, было не совсем правомерным, если бы в трудовом договоре у сотрудника не было бы пункта об отказе от 48-часовой рабочей недели. Однако такая работа привела к тому, что игроки вместе с ЦИКами смогли провести несколько сессий тестирования патча 4.0 и почти закрыть вопрос с релизом 24.2. Да, Хендерсон подтверждает и наши сливы, которые мы публиковали еще летом, о том, что с финансовой стороны у Клауд Империум не все гладко. Увольнение части сотрудников в рамках объединения команд в районе Манчестера не все захотели переезжать в другую страну, а также заморозка повышения зарплат. При этом, ссылаясь на финансовые отчеты за период с 2020 по 2022 год, автор текста предполагает, то есть, возможно, студия ежегодно тратит по 100 миллионов долларов и уже сейчас цитата. Если предположить, что компания продолжит тратить по 100 миллионов долларов в год, то не нужно быть математиком, чтобы понять, что 790 миллионов долларов, собранные на момент написания статьи, почти исчерпаны или, скорее всего, уже исчерпаны. Также в пример автор берет отзывы уволенных сотрудников по типу того, который был уволен из ЦИК, за то, что тупо не хотел уходить с удаленки, ибо такой вариант работы он не согласовал с руководством. Те отмечают, что деньги компания тратить на создание тематической обстановки в Манчестерском офисе, например, создала для сотрудников кофейню в стиле Орисона, где им наливают напитки. И весь материал в этом стиле. Ссылку на оригинальное сообщение я прикреплю в описании под роликом. Так как я человек, который пристально следит за разработкой, могу вам ответственно сказать. Подобный материал с регулярностью выходит чуть ли не каждый год, например, статья Forbes от 2019 года, в которой говорится о том, что Крис Роберт сам принимает решения по самым мелким деталям и прочь-прочь-прочи. Ровно те же слова. Можно отметить один факт. Материал в основном не направлен на бэкеров, которые и так в курсе происходящего. Да, Робертс перфекционист в вопросе Сквадрона и Стар Ситизен. Да, управление в компании всегда оставляло много вопросов у бэкеров. Да, мы знаем про работников, которые уходили из компании, а потом жаловались на нее. В особенности, когда была история с заморозками в Техасе несколько лет назад во время ковида. Поэтому этот материал направлен на тех, кто поверхностно следит за разработкой, где можно написать громкие заголовки про миллиард, а игры нет. Намерена акцентировать внимание, отводя в сторону тот факт, что в целом в игровой индустрии идет тотальное сокращение персонала. На улицу отправляют тысячами в крупных студиях. Компании впаривают игрокам проекты, которые тупо не взлетают за огромные деньги, называя их квадруппл-эй проектами стоимостью по 850 миллионов или какие-нибудь сессионки по 200 или 300 миллионов. Но заголовок в этой статье продаст материал больше, чем то, если бы автор сам бы связался с компанией и выяснил, что действительно нового и прогрессивного делает Cloud Imperium, если они это делают, чего не делают другие студии. Каким они идут путем и что нового открывается игрокам. Как, например, в единый инстант, состоящий из нескольких систем, можно засунуть игроков, чтобы они перемещались по ним без единого шва, без экранов загрузки, чтобы количество объектов, которые есть в Star Citizen, сравнивалось с количеством в других проектах. И не просто как фоновые, а рабочие, с которыми можно взаимодействовать, чтобы их обрабатывала не локальная машина клиента, а сервер. И на момент не 2024 года, а 2017. Я сейчас и говорю о тестировании сетки серверов и циговских серверных гибридов на канале Техпревью и Эвакатских ПТО. Не так давно цик увеличили планку стабильно работающей сетки в одной системе на 800 человек, хотя до этого планка стабильности, где системы работали так, как надо было, 500. После чего Техпревью переросло в патч 4.0, который стал доступен для тестовой сессии отдельной категории тестировщиков из обычных игроков, которых называют Эвакати. Я уже рассказывал, что первая сессия тестирования показала, что сетка серверов, бесшовный мир, объединяющий две системы, работала идеально. Это не мои слова, это слова тестировщиков. Фокус у них, конечно, был на переходе с системы в систему, проходите через кишку и обратно. В районе полутора часов сотни игроков без особых проблем делали круги через эти кротовые норы, однако первый тест выявил ряд проблем спустя время, когда изменения в настройках у ЦИК привели к тому, что аккаунты начали падать. Банальная ситуация для первых и локатских тестов. А вот недавно состоялся второй раунд, где разработчик внес весь тот контент, который есть в Star Citizen на данный момент. Грубо говоря, первый тест не содержал ничего, кроме звездных систем, локаций, планет, пары-тройки миссий и ботов. Вторая сессия заключалась в том, чтобы провести тестирование уже в живом мире, имея весь контент с лайв-серверов. И оказалось, что натянуть обновление 3.24.2 на 4.0 было не таким простым делом. Эвы отмечали, что по стабильности первый тест был гораздо лучше. Были постоянные краши, вылеты игроков и прочее, и поэтому сессию спешно свернули. Хочется отметить тот факт, что тестирование 4.0 продолжится и после CitizenCon, проблемы соединения контента 4.0 и 3.24.2 исправятся в любом случае. Кстати, всю информацию по тестированию патча 4.0 и не только ты всегда можешь найти в нашей группе Телеграм. Там мы публикуем последние новости, иногда то, что попросту нельзя выпустить на Ютубе. В комментариях происходят жаркие обсуждения. Если тебе интересен проект и хочешь внимательно следить за последними новостями, присоединяйся в нашу Телегу. Сделать это можно по ссылке в описании или через этот QR-код. А мы вернемся к нашим баранам. Вот более приятные новости. С этого дня и до вечера 31 октября ЦИК запустили реферальную акцию. Для всех тех, кто хотел приобрести стартовый пакет или уже его имеет и надеялся влить еще плюс-минус 40 баксов, ЦИК раздают ховерхват — гравицикл с пожизненной страховкой. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться по чьей-нибудь реферальной ссылке или уже быть за Реганом. И, к примеру, купить стартовый пакет за 45 долларов. И покупатель, и владелец рефералки получат моцик. Первые — после окончания рефакции. Зарегистрироваться по нашей рефке вы можете по ссылке в описании. Получить помощь в приобретении стартового пакета, если вы из России, можно в нашем Дискорде. И на сегодня, пожалуй, это все. Напомню, что завтра мы стартуем в 12 по Москве и на YouTube, и на VK Play Live. Ссылка на трансляции будет в нашей телеге. Если видео было полезным, подпишись на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить завтрашний стрим. Пиши, что думаешь, и обязательно залетай в группу Telegram. Давайте добьем до 3000 пользователей. Готовьтесь к завтрашней трансляции, она продлится 8 часов. Закупитесь едой, подгузниками и возьмите отгул. Удачи!